Заместитель губернатора Кубани Анна Менькова рассказала руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзору Музаеву о том, как в нашем регионе идет подготовка к выпускным испытаниям. Первое пройдет уже в пятницу, девятиклассники сдадут английский язык. По словам Музаева, важно, чтобы экзамен прошел без технических проблем и нарушений. И это также касается нововведений этого года. Среди них непрерывная онлайн-трансляция всего процесса тестирования одиннадцатиклассников. В целом мы работу по подготовке к экзаменационной кампании провели и проводили мы ее на серьезном высоком уровне. И, конечно, у нас есть уверенность, что мы эту кампанию пройдем достойно. Во всяком случае, абсолютно все главы муниципальных образований, заместители глав, кто курирует эту работу, готовы к проведению экзаменационной кампании. Коллеги, и не забываем про эмоциональный фон, который не менее важен, чем все наши технические, скажем так, успехи и победы. Иногда доброе слово перед экзаменом и со стороны родителей, и со стороны учителей важнее, чем все остальное. Работа организаторов на высоком уровне, в апробациях регион участвует. Сейчас итоги всероссийских апробаций, которые буквально на прошлой неделе прошли. Всероссийские тоже озвучу. Отсутствуют кемы в сети интернет. Это говорит о том, что ребята приходят на пункты, у них не бывает мобильные телефоны. То есть организация пропуска в пункты экзамена тоже на серьезном уровне. Традиционно Кубань в лидерах по количеству выпускников и качеству проведения государственных аттестаций. И такой показатель необходимо сохранить, отметила вице-губернатор. Все, кто задействован в проведении экзамена, в первую очередь это педагоги и технический персонал, находятся в тесном взаимодействии. Отработан алгоритм на случай внештатных ситуаций. Кроме того, во время выполнения заданий на каждом пункте будут дежурить правоохранители и медики. Всего в проведении экзаменов в край задействовано 35 тысяч человек. Продолжение следует...